Местное отделение партии «Единая Россия» в честь Дня государственного флага Российской Федерации, который отмечают 22 августа, организовали масштабный велопробег. Какая дистанция ждала участников заезда и как с ней справились, расскажет наш корреспондент. Репрессия была проведена с целью патриотического воспитания нашей молодежи, а также чтобы просто ребятам напомнить об этом великолепном нашем празднике. Маршрут начинался в Тамилинском лесопарке на территории Дзержинского, а закончился в парке «Лесная опушка» в Октябрьском колонна. Люберчан преодолела дистанцию 10 километров. Вначале казалось, да что там 10 километров, и вначале так и казалось. А потом, когда начались всякие кочки, всякие грязи и преграды прочее, стало тяжело. А потом снова привык. Мне понравилось, что здесь были абсолютно незнакомые мне люди, с которыми я познакомился непосредственно. Вот такое спортивное мероприятие проводим сегодня, в День государственного флага. Молодежь у нас спортивная, патриотичная, сильная. И в этом мы абсолютно уверены. Поэтому вот так вот вместе, сообща, мы сегодня преодолели эту дистанцию. Слава богу, все у нас благополучно прошло, и на финише каждый желающий сейчас получит арбуз. Главная цель мероприятия – объединение люберчан в честь праздника. Поддержка здорового образа жизни и заряд хорошим настроением. После дистанции спортсменов ждали угощения, мастер-классы, интерактивные игры и выступления артистов. Всего в велопробеге участвовали около двухсот человек. А к нашей стране поднимут еще не раз. Россия нет всех, мы будем болеть за вас. Анастасия Квадинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...